13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение. Сегодня высказывает депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русский, Никита Михайлович. Добрый день. Светлана, добрый день. Всем зрителям прекрасного тоже дня. Всем хорошего понедельника. Дим, вот на сайте эхокирова.ру в разделе анонса единственный вопрос, и я понимаю, почему он сегодня такой. Хотя я планировал начать совершенно с другого. Ну, давай вот тут вот, да. Анатолий пишет. Дмитрий, вот вы спортсмен и бизнесмен. Объясните, что за многоточие происходит вокруг хоккея с мячом. После этого надо просто забыть о таком виде спорта. Нет его, по моему мнению, и деньги не тратить. Здесь такой комплекс. Это да, это крик души практически. Ты понимаешь, о чем идет речь. Во-первых, я думаю, что не упустил Анатолий проигрыш Родины окончательный в чемпионате России самому слабому игроку, если судить по незабитым мячам, да? Ну да, это старт Нижний Новгород, который, в общем-то, я так понял, что фактически тоже не попал в плей-офф, но при этом показывал гораздо более худшую игру, чем команда Родины. Да, и во-вторых, это сегодняшние новости о игре «Водник» и «Байкал Энергия». Да, это все пишут уже, да. Прикольный очень матч получился. И нет смысла посмотреть. У нас на сайте мы тоже в разделе блоги выложили видео. Что ты думаешь по этому поводу? Вообще хоккей с мячом, стоит его кормить? Ну, вот я бы разделил там на две части. Есть вид спорта хоккей с мячом, где, в принципе, традиционно в городе Кире особенно этот вид очень сильно развивался всегда во все времена и народы. Значит, в него до сих пор играют очень много ребят. Насколько я знаю, там детская юношка, спортивная школа, команда Родина. Насчитывает около 500 детей, которые сегодня занимаются в этом клубе. Значит, в принципе, я сторонник за любой вид спорта, куда ходят дети. Пускай хоть это будут бамбинтон или шахматы там, да. Значит, хоть красный вид спорта, бамбинтон. Да, да. Ну, я, к примеру, к тому, что это не олимпийский. Дмитрий Анатольевич любит. Да, любит он. Даже Министерство обороны хотел как основной вид спорта туда привезти. Ну, я к тому, что куда ходят наши дети и где им нравится, должно все развиваться. Значит, вторая часть у нас, это та проблема, которую мы уже давно очень имеем. Это все-таки что делать с командой Родины профессионально, которая, в общем-то, требует очень больших финансовых вливаний. И понятно, что областной бюджет в течение, по-моему, последних уже там шести-семи лет эту нагрузку за собой не несет. В связи с тем, что у нас на самом деле сегодня нет тех ресурсов финансовых, которые могли бы, как при Николае Ивановиче Шаклеяне, поддерживать команду Родины. Значит, что мне кажется еще тут с точки зрения, мне кажется, что у нас вообще очень много видов спорта. Сегодня очень большая идет политизация. Политизировали ее, да. И вот все, что там происходило, иногда больше происходило не из-за того, что кто-то любил хоккей или спорт. Да, в том числе и с командой Родины, да. А просто вот это был такой определенный политический ресурс, особенно выгоден для выборных компаний, когда вот захватывают вот этот, как бы, флаг Кировской области, в том числе в городе Кирове. Это команда Родины, которую все очень любят, и там насчитывается, говорят, что там 10, 15, может 20 тысяч поклонников, которые смотрят ответ спорта именно, когда играет первая команда Родина. То тут вот, как бы, в свое время это еще при Николае Ивановиче такой пошел рейдерский захват именно в плане политики, а не в плане развития спорта. И это вот до сих пор продолжается, и мы это видим, потому что всегда на каждом выборной кампании, вы помните, там выходила команда Родины, там, из «Единой России», и там, да здравствует Владимир Васильевич Быков, наш там герой и спаситель, там. Быков возглавлял попечительский сад. Он сейчас до сих пор не попечительский, он, по-моему, президент клуба, насколько я там правильно понимаю, и, как бы, и вот это как-то повелось, и до сих пор вот это вот такое, знаете, непонятная такая ситуация, как с чемоданом без ручки, да, и тащить вроде тяжело, и бросить жалко. А вот сейчас, в данный момент, это скорее плюс или скорее минус в Рио губернатора Васильева, который так поддержал Родину? Ну, я так думаю, что он, как и многие другие губернаторы, которые были до него, тоже не совсем понимает вообще, что с этим делать, да, с одной стороны... Ему сказали надо. С одной стороны, там есть определенная группа людей, болельщиков, там, игроков, которые, как бы, говорят, что это вот наше все, да, и мы должны это поддержать, и вы должны нам в этом помочь. С другой стороны, он понимает, что сегодня бюджет клуба составляет в среднем, там, 100 миллионов рублей. В год. В год, да. Значит, при... В миллион. Минимум у них 60, это Федерация Хоккея Требут, но вот сегодня, которая есть МЕТА, она где-то близко около 100, плюс есть задолженности за текущие годы, это примерно где-то 80-85 миллионов. То, в общем-то, сегодня с бухты-барахты нигде исполняющий губернатор не возьмет эти 200 миллионов для того, чтобы просто... Значит, и вот мы до сих пор сегодня находимся в такой совершенно непонятной ситуации, и все ждут, а что все-таки произойдет с этой командой Родины. Значит, наверное, с ней что-то произойдет, но еще раз хочу сказать, что с точки зрения там развития спорта, да, как бы всегда первая команда нужна для того, чтобы ребята, которые пришли играть в детстве, они должны на кого-то ориентироваться и куда-то стремиться. Вот я хотела тебя как раз спросить, это аргумент, который использовали абсолютно все, когда говорили о том, почему нужно поддерживать команду Родины. Конечно же, никто не говорил, что это очень важный политический момент, а говорили о том, что нужно, чтобы было куда стремиться детям, которые играют в хоккей с мячом. И что? И вот теперь, как этот пример для будущих поколений? Я имею в виду сейчас все три команды, ты можешь начать с Родины, да, но вот, пожалуйста, не забывай, проводник Байкал Энергия. Что за пример будущему поколению они показывают? Ну, это пример того, что, в общем-то, сегодня вот это, как бы, рыночное отношение, вот это продается, продается в принципе все там, да, то вернее всего, что и спорт попал у нас сегодня, к сожалению, в нашей стране именно в такую среду, когда можно, в принципе, выиграть, допустим, на чемпионате России, как бы, звание там победителя чемпионата России по боксу, да, и есть это там, и мастера спорта падают после там совершенно слабого удара, и как бы, это сегодня, к сожалению, присутствует в спорте, в том числе, наверное, и хоккей с мячиком, это не исключение, при всем при этом мы с вами понимаем, что сегодня резко снизилось количество хоккейных команд, которые играют в высшей лиге, в связи с тем, что в региональных бюджетах очень сложно найти эти деньги, и как бы, и команд все меньше и меньше играет, а как бы цена вопроса все больше и больше, то понятно, что где-то упали зарплаты у игроков, где-то там клубы, там требуется финансовая поддержка, то как раз вот чем хуже экономическая ситуация, тем больше договорных матчей, ну, это мое там восприятие там той ситуации, и это был... Почему это приведет? Это приведет к плохому, как бы, окончанию, в плане того, что, во-первых, интерес потеряется со стороны болельщиков, значит, по-другому будут относиться вообще к этому виду спорта, потому что, когда очень много договорных матчей, и когда 11 голов сами себе забивают, ну, это просто... Да, причем господин Пивоваров это сделал, воспитание к родине. Да, родины, но мы не будем, конечно, за это его там ругать, потому что, вернее всего, что он не сам себе забивал, а, видимо, какая-то была определенная установка, но, тем не менее, и я не думаю, что это его научили там в городе Кирове, когда он тренировался в команде родины. Значит, так вот выстроен сегодня, к сожалению, чемпионат, так, видимо, ведут себя игроки, тренера, федерация, и в данном случае, конечно, это не очень есть хорошо и красиво, и самое интересное, что же будет там с родиной и с нами, да, вот это... Сейчас заканчивается сезон этот, и родина не прошла в плей-офф, она осталась там, где она осталась, и сейчас все будут смотреть в сторону правительства Кировской области и в Рио, что же будет происходить дальше. Так и, Игорь Владимирович, придется снова выйти вот с этим вот призывом скинуться на родину. Ну, мы уже с вами эту тему обсуждали, по-моему, как-то месяца три назад. Но ситуация... Да, скинуться, скинуться, не скинуться, оно скинуться не получается. Команду без генерального спонсора уже ничего не спасет, потому что скинулись в месяц, скинулись два, насколько я знаю, а потом вроде как бы и перестали скидываться. А сейчас вообще непонятно, для чего скидывались-то. Значит, то в этом случае понятно, что будет, наверное, проведена большая работа, как бы, если примут решение, то, что профессиональная команда нужна, то, видимо, весь этот период подготовительный до нового сезона будут искать генерального спонсора. Потому что другого пути, как бы, я не вижу. Может быть, будет принято то решение, что сегодня это не по карману и нет того бизнеса, который готов это все поддержать, и на какой-то момент, наверное, или перестанут платить те зарплаты, которые сегодня получают игроки, и будут сокращать бюджет команды Родины до минимума, и ставку будут делать на молодых игроков, что тоже, в принципе, как вариант. Ну, вот тут уже, я думаю, что решение как раз за теми людьми, от которых это все зависит. Может, бить в гвоздь, в крышку гроба этого вида спорта? Можно, конечно, свет все, что угодно, кого забить и сбить, да, но мы последние годы очень много куда вбиваем, как бы, вот эти гвозди в крышку гроба и в крымский лагерь, и в победу. Ну, столько уже назабивали, но, мне кажется, это уже... Родину жалко, ты хочешь ее сохранить. Я считаю, что, как бы, мне по-любому жалко, потому что там очень много занимается хороших ребят перспективных, там очень много хороших тренеров, которые работают. Так оставить детский спорт тренера? Ну, может быть, да, может быть, распределить и ждать там 5-6 лет, когда именно вот эти ребята заиграют и смогут уже совершенно по-другому выстраивать взаимоотношения, как бы, игры в профессиональной команде. Может быть, да, и все эти деньги, которые сегодня есть возможность привлечь, потратить на детский и юношеский спорт и еще усилить его сильнее, там, пускай там занимаются не 500 детей, а тысяч. Ну, и в конце уже обсуждения этой темы все-таки в неловкую ситуацию попал Игорь Владимирович с поддержкой Родины. Что ему теперь делать? Свет, ну не Игорь Владимирович, мы все попали, потому что в данном случае... Ну-то почему? Ну, это все-таки все считают, что Родина – это город Киров, это Кировская область, это определенный... Я вот не считаю это. Ты не считаешь, да? Ну, хорошо. Я не все считаю. Все равно все знают, что команда Родина – это все-таки Кировская команда, и в данном случае, по-любому, все, что Кировское, мне очень всегда жалко. И при этом хочу сказать, что, наверное, как бы вот этот гвоздь, который начали вбивать, как раз именно в него начали вбивать политики, потому что в данном случае они из этой команды пытались сделать какой-то политический инструмент, назначая туда совершенно людей, которые не понимают вообще формирование команды, в ее организации, вообще не имеют никакого отношения к спорту, да? И это все повлекло такие последствия. То в данном случае я в очередной раз хочу сказать, что очень большие проблемы для команды составили именно те люди, которые туда полезли со своими там руками, ногами, и, в общем-то, это в основном политики, которые, в общем-то, никогда не понимали и не разбирали в спорте как таковом. Вот вся история. Прервемся буквально на одну минуту. Напоминаю, что Вы слышите особое мнение Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созыва. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студии свое особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русских, микрофон Светлана Занькова. Ну и стоит обратиться к телевизионному сюжету, который прошел в Вестях 25 февраля нынешнего года. Сюжет был посвящен в Рио губернатора Кировской области. Правда, он назывался «Губернатор Васильев наведет порядок в Кировском лесу». Утверждающий тогда, там, по-моему, в Рио вообще ни разу не звучало. Все время был кировский губернатор, губернатор Васильев и прочее. Я надеюсь, ты ознакомился с сюжетом. Ну, сюжет пришлось посмотреть, потому что я его не видел на федеральных каналах, потому что я их очень редко смотрю, но я его нашел в интернете. Конечно, я его просмотрел, посмотрел, но, в общем-то, никак не расположился. Для меня это обычный, можно сказать, такой предвыборно-рекламный ролик. Вот, и это очень интересный, на самом деле, вопрос, потому что снималось сразу несколько сюжетов по новым назначенцам. Все они в Рио, все будут собираться там в сентябре месяце. И здесь возникает дискуссия, что это такое. Это все-таки еще один элемент, который показывает, то есть знак доверия, что называется, нынешним назначенцам. Это значит, что Путин говорит, там, я не знаю, там, Верхушка говорит, что вот это будет ваш будущий губернатор, мы ему доверяем. И посмотрите, это же очень важно, электорат показывает. На Центральном канале посмотрите, что вот сюжет идет в Вестях. Целый Сергей Брилев замечательный, обаятельный, приехал в Кировскую область и валил там дерево, да, и лепил дымковскую игрушку. Или это что-то может быть другое, и губернатор, в Рио губернатор Васильев действует самостоятельно? Например, почему бы команде Васильева просто не взять и не заплатить за такой сюжет? Ну, на самом деле, давайте все смотреть через призму уже то, что у нас уже, в принципе, началась выборная кампания губернатора Кировской области, которая была в сентябре. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим уже и подготовку к выборам в городскую дому. То мы, в принципе, сегодня с вами должны четко понимать, что выборная кампания, она вот уже началась. Ну, в общем, об этом и заявили. Да, об этом все заявили, и, в общем-то, как бы, вот то, что сейчас происходит, это каждый, насколько может, и насколько он готов, или насколько у него позволяет ресурс, или там финансовые возможности, начинает эту выборную кампанию. Значит, ты правильно говоришь, что есть два пути такого сюжета. Первый путь, это когда, допустим, это же администрация президента Российской Федерации, там полностью подготавливает всех тех губернаторов, которые должны пойти в сентябре на выборы. Ты правильно сказал, что это город Севастополь, значит, Калининград, там плюс еще у нас около пяти-шести, как бы, регионов, в том числе и Кировская область, когда они создают такой общий фон для всех губернаторов, которые сегодня находятся в должности в РИЗу, которых назначил президент Российской Федерации, и им такую делают общую программу, да, для того, чтобы показать, как они хороши, и как много от них будет зависеть, и как много они могут еще сделать. Или второй сюжет, да, как ты говоришь, что точно такой же посыл, это предвыборная кампания, но при этом это делается самостоятельно штабом губернатора, который сегодня исполняет обязанности, и они заказывают, наверное, на платной основе, вернее всего, что это на платной основе, значит, этот же сюжет на федеральном канале для того, чтобы охватить как можно больше аудитории. При всем при этом федеральный канал, мне кажется, это такое очень недешевое удовольствие вообще на самом деле. Значит, и вот тут, в принципе, видно, что этот продукт как бы вот он созрел, его сделали, его показали, по качеству можно там сомневаться, хороший или плохой. Значит, кто как на это посмотрел, мне показалось, что то, что сказал в конце Игорь Васильевич, надо было просто поставить в начале и потом уже после этого как бы показать. Напомню, что он сказал. Ну, он сказал, вопрос уже в самом конце, там, Брюлев задает ему вопрос, ну что, пойдете ли вы на выборы губернатора? Он с таким грустным видом говорит, да, конечно, пойду. То, в общем-то, надо было это поставить в начале и, в общем-то, все показать остальное. Почему с грустным видом? Он, может быть, так показывает, что дело решенное. Нет, он с грустным видом, понимая, надеюсь, что как бы работы очень много, территория непростая, значит, даже навести элементарный порядок, как, да, НЭП, это новое какое-то слово, вообще в продвижении, допустим, каких-то политтехнологий, я такое еще не слышал, что НЭП, оказывается, можно перевести по-другому, да, это наведение элементарного порядка. Ну, очень прикольно, на самом деле, именно вот игра этих слов, значит, будем надеяться, что это такое приятное начало, в котором, в общем-то, будем мы и дальше увидим новые сюжеты и новые фильмы про исполняющую обязанности, про его команду или просто про Кировскую область. А сколько может стоить такой сюжет 13-минутный на центральных каналах? Я вот как-то не посмотрела, может, ты в курсе? Ну, я тебе скажу, что это стоит там не один миллион рублей, это точно, потому что все-таки время очень большое и, в принципе, ведущий очень известный, и канал очень такой смотримый, то в данном случае, занимаясь там выборными кампаниями на протяжении какого-то периода времени, ну, ни разу даже попытки не было выйти на федеральный уровень, потому что... Ни у кого из прецедентов на губернаторе? Ну, допустим, нет, на губернаторе было, не надо говорить. Я так думаю, что если мы сейчас отмотаем немножко назад, в 2009 году похожие сюжеты делал Никита Юрьевич Белых, и они назывались пешком с губернатором... Ах, пешком по вятке с губернатором Кировской области. Значит, то, в принципе, он тоже эти проекты делал, и мы видели, что и Дымковскую игрушку и Никита Юрьевич лепил, и Дмитрий Анатольевич Медведев лепил, по-моему, даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лепил. Ну, как бы тут, в принципе-то, с точки зрения подачи-то ничего нового нет. Там лес, Дымковская игрушка, значит, ну, вот еще показали завод Лепси и Малакозавод. Ну, в общем-то, тут вот собрано все в одном стакане. Убедительный сюжет, на твой взгляд? Ну, я не знаю, как для кого, но для меня нет. А что тебя не убедило? Ну, очень все наивно, очень все просто, и самое интересное, что смысл такой, что, в общем-то, мы сейчас жить будем все по-новому, потому что до этого мы просто не жили, а существовали, а сейчас вот жизнь, она только начинает разворачиваться, и за полгода сделаны такие успехи, что, в общем-то, как бы даже очень сложно ожидать, что мы когда-то жили без губернатора, который сегодня исполняет обязанности. Ну, однако вот, когда тебе... Может, кому-то и понравилось, ведь каждый по-своему... Когда тебе говорят, что нужно навести элементарный порядок, да, ты... Я с этим согласен. Вот, да, да, так вот, сложно этому противоречить. Мне бы хотелось как раз к лесной отрасли сейчас... Ну, мы точно так же с тобой, как ты давно уже говорили, еще до Нового года, что хотелось бы навести порядок и в городе Кирове, что об этом и говорили, но вот до сих пор почему-то порядок в городе Кирове, он как бы не наведен. Да, мы до Кирова тогда дойдем. Я не планировала, но, может быть, хорошо, дойдем. Мне интересуют все-таки ситуации в лесной отрасли, и те изменения, которые произошли за эти полгода, они действительно все-таки значительные. Судя по всем публикациям, которые сейчас в газетах бизнес-направлении практически каждую неделю появляются, ты не мог, наверное, не заметить, что интервью лесников появляются, да, новости бесконечной, постоянной карты, вот создана аукцион, и прошли, ими довольны, недовольны. Вопрос возникает, что вообще происходит, действительно ли делает систему прозрачной, принесет она большую эффективность, эффекта и денег, либо идет зачистка территории под какого-то крупного инвестора, это вопрос действительно открытый, и очень хотелось бы понять, что на самом деле происходит. Но я позволю себе все-таки процитировать Игоря Владимировича, который очень просто тоже поясняет в своем сюжете. У нас круглый лес продается в Китай, там делается фанера, ее везут в Европу, продают и получают прибыль. При всех жалобах на тарифы российские, не только российские железные дороги, они получают там прибыль, да. Поэтому, если мы переместим это производство сюда, а такие возможности у нас есть, как только мы объявили о старте этой программы, создание добросовестной конкуренции, наведение элементарного порядка, к нам сразу же пошли инвесторы. Но здесь очень такая стыковка грязная, не грязная, но такая рубленная фраза получается, потому что вырезали там, видимо, какие-то нюансы. Ну, то есть, что говорит Василий? Как только объявили о старте программы по наведению элементарного порядка в лесу, о создании добросовестной конкуренции, к нам сразу же пошли инвесторы. Ты знаешь что-нибудь об инвесторах, которые приходят в лесную отрасль сейчас в нашем регионе? Ну, я, к сожалению, не знаю, но я еще раз хочу сказать, что я небольшим являюсь специалистом лесной отрасли, я точно так же, как и ты, читаю информацию, и то, что мы когда начинали работать еще в депутатском корпусе в 2006 году, значит, мы периодически смотрели за происходящим, я тебе хочу сказать, что наведение порядка вообще в лесной отрасли, я думаю, что еще и господин Десятников, первый секретарь обкома партии, мечтал там, да, потом Владимир Нилович Сергеенков, потом и Николай Иванович Шаклеин об этом говорил, и Никита Юрьевич Белых говорил, то, в принципе, это как бы все губернаторы, которые приходили на свою работу, они все хотели очень сильно навести порядок в лесной отрасли там, да, значит, при этом хочу сказать, что, ну, прошло столько много времени, то или он уже наведен, или его невозможно навести, это два вопроса там, значит, при этом я хочу сказать, что если вспомнить 2011 год, очень большой порядок наводил в лесной отрасли, по крайней мере, это было озвучено, и много было всяких проверок и всего, со стороны там налогового МВД, начальнику МВД на тот период времени генерал Солодовников, да, они тоже всю эту отрасль перетрясли, и там тоже наводили и с черными рисорубами, и там большая очень работа проводилась, то она такая постоянно протекающая работа, и в данном случае у меня всегда вопрос, как бы после вот такой большой работы, и столько времени, как бы не получилось, что у нас в лесу никого уже не осталось, значит, то в данном случае хочу сказать, что, наверное, эта отрасль требует очень большого внимания, всегда все руководители региона говорили о том, что они видят в этом большой потенциал сбора налогов, дополнительных, которые, в общем-то, плохо собираются именно в лесной отрасли, в Кировской области, что, как бы, подтвердители опровергнуть я не могу, значит, при этом хочу вспомнить, что вообще все основные там, такие реформы начались в 2007 году, когда мы только год отработали в депутатском корпусе, тогда еще того созыва четвертого, значит, и как раз это была команда Николая Ивановича Шаклеина, и в 2007 году за вот эту всю реформу и наведение порядка отвечал первый зам правительства Кировской области Валерий Васильевич Крепостнов. Вот тогда появились уже большие переделы в лесной отрасли, тогда появились вот эти инвест-программы, под которых давали бесплатно лес, были тогда определены, по-моему, там 8 или 10 крупных инвесторов, которые должны были получить этот дешевый лес, при том, что в 2007 году примерно около 300 договоров были растургнуты в одностороннем порядке со стороны правительства области с мелкими лесниками и тем, кто в этом лесу работал. Что это привело? Прошло просто перераспределение. Забрали у 300 мелких, отдали там 10 крупных. Значит, к чему это привело? Ну вот, привело, видимо, к тому, что через 10 лет мы снова возвращаемся к этой теме и снова с вопросом, что надо снова наводить порядок и, значит, все там неправильно и все. Ну и мне кажется, что это вообще, на самом деле, вечная тема и насколько она сегодня там будет приведена в жизнь, покажет время. Я просто к тому, что все познается там в сравнении и со временем. Ну вот здесь Игорь Владимирович абсолютно прозрачно говорит о том, что самое важное, что в связи с введениями лесных аукционов пропал подмигивающий чиновник. То есть он говорит о том, что коррупционный составляющий вычеркивает. Да, но насколько я знаю, вот единственный, который аукцион был перед Новым годом, значит, он состоялся и всего было продано только 30% от заявленного объема. 30%? Да, да. Значит, то в данном случае интереса большого на тот момент, в конце года, 16-го, лесники именно к этим аукционам не проявили, потому что, может, цена была высокая или, может, лесам не нужен был. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, что всего состоялась реализация всего 30% от того объема, который предлагалось. Значит, как пойдет дальше, может быть, на самом деле аукционы – это та спасительная палочка, которая, в общем-то, наведет порядок в лесной отрасли, хотя мне кажется, что здесь гораздо больше проблем именно в фискальных органах, потому что в данном случае, вот, я вспомнил 2011 год, когда нам на пленарном заседании по борьбу с лесниками объявил генерал Солодовников, да, вот прошло 5-6 лет, я думаю, что вот все фискальные органы уже, наверное, столько проверили и столько пересмотрели у нас лесной отрасль, что, наверное, там уже с большой стороны это и просматривать уже нечего. Ну, для тебя что будет с сигналом, что реформы дали свой результат? Реформы? Ну, если, допустим, через 2-3 года мы скажем, нам правительство Кировской области расскажет, что сегодня налоговая база, допустим, по сравнению там с этим же 2016 годом в лесной отрасли возросла там в какой-то там процентном соотношении, мы сейчас собираем значительно больше налогов, чем и плюс сдали столько-то рабочих мест, столько-то налогов и столько-то именно производств, которые перерабатывают, то, конечно, это будет на самом деле большая заслуга того, кто это сделал. Но это требует времени, и при всем при этом мы должны четко понимать, что если пришли там 5 новых и умерло 10 старых, ну, это точно не та политика, которая нам нужна. Сейчас прервемся на короткую рекламу, через 2 минуты снова в студии с особым мнением Дмитрия Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, очень серьезный вопрос о том, будет ли повышение налогов и повышение пенсионного возраста или нет. На прошлой неделе эксперты прошли новости, эксперты заявили, что повышение 146, даже, вот как сказал Игорь Николаев, экономист, 146% это станет реальностью. Правда, после выборов 2018 года и сейчас только обсуждается, что касается налогов, форма, у кого чего там повысит, у кого где чего срежет. Но складывается ощущение, что не будет все-таки налога, изменения налоговой базы в зависимости от доходов предприятий. Скажи, пожалуйста, вот ты сам, что по этому поводу думаешь? Во-первых, давай сразу самого простого, пенсионный возраст. Я думаю, что однозначно пенсионный возраст будет расти и определен уже предел 65 лет. Если вы посмотрите внимательно, что уже на госдолжностях это уже принято, то в данном случае уже такой посыл сделан. я думаю, что после выборов будет... 18-го. Да, после выборов 18-го года президентских, я думаю, что будет постепенно подниматься пенсионный возраст для мужчин до 65 лет. Я думаю, что и для женщин тоже для 65 лет. А что касается НДФЛ, который планирует повысить до 15 или даже до 17 процентов, это тот самый налог 13 процентный, который... Ну, я думаю, что это тоже вопрос практически решенный, вопрос 15 или 17. Судя по тому, как выступает премьер... 18, я считаю, после 18-го года. Да, значит, то я думаю, что это будет максимально, потому что его выступление в 16-м году, еще буквально в середине года, о том, что все у нас, экономика вся настроилась, в общем-то, все у нас хорошо, и вклады населения выросли до 23 триллионов рублей в банках. Говорит о том, что... Это Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич сказал, что деньги у населения есть, они лежат в банках и... Не работают. И не работают. То в данном случае, я думаю, что всегда, вообще в Российской Федерации и в Советском Союзе всегда было два потенциала, да? Это нефть, газ и люди, россияне там, да? Или там советские жители. То в данном случае, когда нефть не такая высокая и газ не такой дорогой, то понятно, что включается второй потенциал, с кого можно качать. Значит, ну вот это получается наше очень послушное, доброе и отзывчивое население, которое готово там и потерпеть, и затянуть пояса, в отличие там от чиновников, которые их не хотят вообще затягивать, то понятно, что как бы включается уже второе, второй мотор, который будет, именно вот эти деньги, которые, как считает вот Дмитрий Анатольевич, что их очень много у населения, население хорошо живет, будет изыматься. Ну вот, а один из способов этого изымания как раз является поднятие налога на НДФЛ, плюс увеличение пенсионного возраста, что, в принципе, даст очень тяжелой ситуации находящему пенсионному фонду выйти из той ситуации, в которую они сегодня зашли. То я уверен, что в ближайшие годы нас ждут только рост налогов и рост пенсионного фонда, точно так же, как никто же сейчас не спрашивает, а будут ли в 2017 году подняты тарифы ЖКХ. Все знают, что они автоматически два раза в год поднимаются и никуда они не денутся. То вот мы видим вот эту динамику, хотя на самом деле, если посмотреть там социологию, которая сегодня выдается, доходы населения на самом деле в Российской Федерации за последние три года очень сильно падают. Да, и я посчитал, что если в 2014 году это было 0,6%, значит, в 2015 было 3%, то в 2016 показал 6,4%. Да, то реально Дмитрий Анатольевич, видимо, смотрит не по тем россиянам, что у них растут доходы населения, а на самом деле доходы населения особенно у бедной части очень сильно падают. Ну, а бедная часть у нас практически там взять почти 70-75%. А собирать будут со всех, а не с богатых? Собирать будут со всех и еще с бедных гораздо больше соберут, потому что в данном случае вы видите, что у нас уже происходит, что отменяет различные льготы на проезд в общественном транспорте, убирает доплаты там, льготы по, и доплаты по ветеранам, по заслуженным учителям, тренерам. Ну, в общем-то, уже с борта денег пошел, как бы уже шапку запустили. И я все жду, а когда сами чиновники будут себе сокращать зарплаты и выбирать доплаты пенсии, которые у нас составляют уже в кировском бюджете на 2017 год почти 200 миллионов. Значит, ну, это не то, может быть, это неплохо. Вот смотри, вот пусть немножечко там повысят налоги, а потом реформы будут проводить, бизнес-климат улучшает. Я вам хочу сказать, те люди, которые сегодня, вот, если взять там даже, ну, очень мало верится, что они могут проводить какие-то реформы и изменить какую-то экономическую ситуацию, да, потому что в данном случае, когда нефть была там за 100 с лишним долларов, почему-то наша экономическая ситуация не улучшалась. А сегодня вы хотите, Светлана, чтобы при 55, они там нам реформы начали делать и экономику поднимать, но это мало вероятно. Я вообще не хочу. Мы все это очень хотим, но как раз мы вот сейчас если вернемся, то когда почему-то мы говорим, что там желание каких-то политиков говорить, что ребята, давайте просто мы будем стараться жить хорошо, вот просто люди, да, все воспринимают это как какое-то предательство, да, потому что основная часть людей почему-то не хотят жить хорошо, а хотят вот терпеть, да, последние деньги отдавать, при всем при этом там, понимая, что это нечестно и несправедливо, при этом об этом обсуждая только в своих там квартирах, в кухнях и на диванчике. В данном случае тут вот в принципе все идет по тому, если мы не контролируем власть, то власть она распускается и ведет себя так, как она считает нужным. Сейчас мы еще один вопрос обсудим, остается буквально у нас три с половиной минуты, и у меня тут два варианта, что нам обсудить. Это либо предстоящие выборы, предстоящие выборы в общественную палату России, да, или? И либо что делать с созданием терраспорта, который выставили на авито, на торги на прошлой неделе? Что с ним делать-то? Ну вот смотри, по общественной палате, ну мы с тобой обсуждая, не обсуждая, его все равно изберут, да, мое отношение. Кого-кого? Ну, кого-нибудь. А тебе все равно кого изберут в общественную палату России? Смотри, Свет, я всегда говорил, что у меня очень было своеобразное отношение вообще вот к уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам предпринимательства, к общественной палате. Я считаю, что такие вещи, если кто-то хочет, они должны быть, но не за счет бюджета и налога, которые платят население. Значит, у меня такое свое отношение там, да, потому что у нас есть, в принципе, депутатский корпус, который должен, в общем-то, то же самое делать, что мы сейчас передаем сегодня общественной палате или там уполномоченным по правам человека, ну не суть. А вот терраспорт, это та история, которая начиналась еще буквально в 12-м году, и если поднять там все наши даже выступления, которые я выступал и у вас, и когда мне брали интервью, я говорил, что итог будет вот такой, да, ну вот итог он такой оказался. Вот прошло ровно 4 года, значит, как мы и говорили, что, в общем-то, это уже, все сомневаются, что это спортивный объект, да, что, в общем-то, та компания, которая там принадлежит господину Сенаторову и которой там является фирма Коперник, она все-таки выставила его на продажу, и вернее всего, что в данном формате, потому что сегодня не определен именно что это будет. Сейчас вот стоят просто те сооружения, да, и ты можешь двигаться в любом варианте, ты можешь это открыть, сделать там торговый центр, можешь спортивный комплекс, можешь там, хочешь там школу, к примеру, сделать, да. Но в данном случае мы сегодня понимаем, что выбрана специальная та ситуация, когда, в общем-то, изначально, мне кажется, это, как я и говорил, это подразумевало, что это будет все какой-то коммерческий проект. Это никакой не спортивный и точно не то, что... платить там банковские деньги, платить проценты и еще иметь какую-то прибыль. Мы же все взрослые люди и понимаем, что это не тот бизнес, тем более под кредитные деньги. То понятно, что ситуация была такая. Единственное, что все-таки я жалею, что мы тогда все-таки жителями того микроверна все-таки не до конца не выстояли и не дали возможность хотя бы постоить вот этот объект. Да, это очень сильно сожалею, потому что, ну, противостояние было большое и сегодня все уже отказываются. Я слушаю и Рубцову, и городскую администрацию, что вот они тут ни при чем, тут это областной объект. Нет, в 12-м году или в 13-м разрешение на строительство этого объекта давала городская администрация. Значит, да, земля находится в видении правительства Кировской области, но все разрешения по строительству давала городская администрация и вместе с тем правительством доказывала нам, что это будет очень благое дело. Даже привозили каких-то тренеров и спортсменов на встречу с населением, которые там кричали, что вы против спорта, вы там, ну, знаете, это было так некрасиво и все противно, вот я сейчас вспоминаю, да, и самое печальное, что мы оказались все правы, кто был на той стороне и говорили, что не трогайте парк, парк все-таки нужно развивать не в этом направлении. А вот сейчас существует активная группа, которая занимается территорией прилегающих Творцу Пионеров Мемориал. Ты не рассчитываешь, что они смогут все-таки отстоять интересы жителей? Отстоять как? Объект зафиксирован, он построен, то в данном случае отстоять-то это как? Мы сегодня говорим о том, что уже появился в парке тот объект, который, вернее всего, что не будет, как быть, тем, которым изначально его озвучивали. Вот именно это, то есть все-таки устоять в решении, что это будет спортивный объект, а не торговый центр. Тогда вопрос, кто его будет достраивать, он может так стоять там десятилетиями в таком состоянии. То в данном случае понятно, что... То есть ты говоришь, что будет два варианта. Либо он превратится в торговый центр, либо он будет стоять десятилетиями, как в железной острове. И в спортивный объект его никто не будет вкладываться. Именно из инвесторов частных. Я думаю, что может быть такая ситуация, которую сегодня уже кто-то озвучивал, что может быть придется там новому правительству отвечать за старое правительство и пытаться этот объект как-то выкупать и уже его доводить самим за счет областных денежных средств для того, чтобы его именно создать там спортивный образ. Или каких-то федеральных программ. Или федеральных программ, да. Ну, это еще раз говорю о том, что в очередной раз власть показала, что она постоянно врет. И население в этом лишний раз снова убедилось, потому что все, что они говорили там городские и областные чиновники, на самом деле все оказалось враньем. Вот мы видим сегодня пример. К сожалению, это очень нехороший пример. И лишний раз подтверждают, когда меня спрашивают, а почему так население не любит власть? Ну, а за что ее любить, если она постоянно врет? Дмитрий Русских его особое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Светлана Занькова у микрофона работала в этой программе. Всем до свидания. Хорошего дня, всем спасибо.